Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Месяц Март. Второе. Преподобный Агафон Египетский, современник преподобного Макария Великого, подвязался в Скидской пустыне в Египте. Он отличался необыкновенным смирением, считая себя грешнейшим из людей. Однажды издалека пришли к преподобному Агафону иноки для духовной беседы и обратились к нему. «Ты ли отец, Агафон? Видите, перед собой грешного раба Божий!» ответил преподобный. «Носится слух, что ты человек гордый и невоздержанный», продолжали иноки. «Совершенная правда», — согласился святой. «Мы слышали также, что ты лжец и любишь пересуживать других». «И это правда», — подтвердил святой Агафон. «Сверх того говорят, что ты еретик», — не отступали иноки. Но тотчас встретили возражение. «Напрасно! Я не еретик!» Когда же спросили преподобного, почему, приняв на себя прочие пороки, он отрехся от последнего, святой объяснил, «Тех пороков и нельзя не приписывать себе, потому что всякому человеку свойственно погрешать, и все мы по испорченной природе нашей невольно увлекаемся пороками. А ересь — есть богоотступничество, самовольное отречение от истины Божией». На вопрос о том, какие подвиги важнее в деле спасения, внешние или внутренние, преподобный Агафон отвечал, «Человек подобен дереву, внешнее или телесное занятие приносит листья, а душевное — произращает плод». Но так как Священное Писание уверяет, что всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь, то из этого видно, что более внимания следует обращать на плод. Но дерево также имеет нужду и в листьях, чтобы ими поддерживать жизненные соки, и чтобы тень листьев подавала защиту дереву и плодам его от иссушающего зноя. Преподобный Агафон приставился около 435 года. Три дня перед кончиной святой сидел молча и сосредоточенно, словно всматриваясь во что-то. На недоуменный вопрос Инока он ответил, что видит себя на суде перед Христом. «Неужели ты, отче, боишься суда?» — спросили его. «Я по силе моей исполнял законы Господни, но как человек могу ли быть уверен, что угодно Богу мое дело?» «Разве ты не надеешься на добрые твои дела, которые ты сотворил, угождая Богу?» — спросили Иноки. «Не надеюсь до тех пор, пока не увижу Бога. Одно дело — суд человеческий, а другое дело — суд Божий». «Сказав это, святой отошел ко Господу». Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.